Всем привет! Сегодня будет у нас очень интересное видео. Оно будет короткое, но иногда очень познавательное, потому как многие люди не знают следующего и всегда задаются, или не всегда, точнее, очень часто вопросу, что же за загадочная полосочка выпадает при открывании коробки, к примеру, испарителей или с iJust 3 изнутри? Что это такое? Зачем оно нужно? Оно везде есть, но никто толком не знает, что это такое. Сейчас я попробую вам объяснить, что это и для чего оно нужно. Значит, начнем с того, что ранее компания Элиф занималась защитой своих устройств следующим образом. На коробке наносились скретч-коды, которые стирались при помощи монетки, либо любого другого предмета остренького. Вот сейчас я попробую стереть вам и показать. Далее шел серийный номер и адрес сайта. Значит, мы стираем этот защитный код и видим следующее. Под защитным кодом находится некая комбинация цифр, 4 блока по 4 цифры. И если отсканировать вот этот QR-код при помощи сканера QR-кодов с телефона и ввести эти цифры, то нас перебрасывало на сайт Элиф, где писалось, что вы сейчас ввели код. Он принадлежит тому-то, тому-то, серийный номер. Значит, и количество вводов этого кода поздравляем. Там, типа, мол, ваше устройство оригинальное, вы ввели его первый раз. В общем-то, защита проходила так. Но, далее появились варианты с подделкой даже этих кодов. Появилось такое понятие, точнее, было внедрено, как фишинговые сайты. Многие люди не знают, что это такое, но фишинговый сайт, по сути дела, представляет из себя полную копию какого-то оригинального сайта. Человек не всегда считает, когда переходит на сайт, вот эти вот буквенные обозначения в адресной строке. Часто там написаны всякие единички, корлючки, червячки и прочая ерунда. Поэтому распознать фишинговый сайт, если вы не знаете, как выглядит оригинальный, в принципе, тяжело, потому что вы не знаете, как выглядит оригинальный сайт, к примеру. Поэтому вас могло запросто перебрасывать на фишинговый сайт, на котором вы вводили код, любой, неважно какой, даже тысячу раз одинаковый. И оно бы писало вам, поздравляю, вы ввели это первый раз, вы оригинальное устройство купили и тому подобное. Значит, компания Элиф не остановилась на этом, предвидя то, что такие сайты фишинговые рано или поздно появятся, они прибегли к следующей защите. И с некоторых пор уже на новом поколении своих испарителей и также любой другой продукции от компании Элиф. Снова меня, конечно, прервали, тяжело записать видео одним куском, но это у меня уже такой формат видео, чисто фирменный для Vegas веб-шопа. Невозможно снять видео одним куском, тебя в любом случае кто-нибудь прервет. Ладно, не в том суть. Значит, на всей новой продукции компания Элиф ввела новую защиту. Значит, у них логотип не изменился, но изменилась сама контрамарка, вот эта, по которой мы проверяем оригинальность. Значит, здесь пропал этот код, который нужно стирать было, а появилась вот такая вот защитка в виде такого маленького уголочка, на котором указано, мол, открыть туда. Значит, и сейчас я вытрушу отсюда эту магнитную полосочку. Вот так мы открываем, высыпаем, все содержимое. Вот, и такая вот полосочка выпадает. Она выпадает отовсюду. Любую взять, любое свежее устройство, если компания Элиф, будь то iJust, к примеру, третий, либо еще что-нибудь подобное. В любом случае, находится уже вот такая защитная лента, и, значит, следующим образом комплектуется эта коробочка. Такая вот полосочка модная там лежит, и никто не знает. Вечно люди открывают и говорят, о, что это за ерунда. В общем, сейчас я вам покажу, что это такое. Значит, если мы открываем, отрываем эту защитную ленту, нашему виду открывается точно такой же код, как был и ранее. На всякий случай, конечно же, указан адрес сайта здесь, чтобы вы могли проверить, на том же элифворлд.ком вы находитесь в сайте, но не каждый человек внимательный. Значит, здесь серийный номер перенесли на правую половину вместе со штрих-кодом, если раньше он был снизу. Но, что из себя представляет вот эта вот полоска? Значит, если вот так, оторвав вот эту вот пленку от коробки, мы подложим эту полоску под низ, то мы увидим вот такой вот поляризационный рисунок. Сейчас я покажу вам его. Вот он, полосочки вот такие появляются. Значит, если так пошевелить эту магнитную ленту, то рисунок, соответственно, будет вместе с ней меняться. Потому что поляризация этой магнитной ленты вертикальная вдоль, соответственно, и полосочки, которые мы видим на вот этом логотипчике, подставляя под низ магнит, будут вот такие вот интересные полосунки зелененькие появляются. Вот, собственно, это называется двойная защита. То бишь, помимо того, что вы защищены, как бы, как обычно, вводя сайт, и если вы внимательны, не попадая на фишинговый сайт, вы все-таки зайдете на оригинальный сайт, проверите адрес, чтобы совпадал. Он, как правило, простой. 3w.elifworld.com Но, на всякий случай, ввели еще и вот такую вот защиту в виде такой магнитной полоски. Это довольно дорогостоящая технология. Любой человек, который занимался бы подделкой вот таких вот испарителей, к примеру, полностью копируя всю эту полиграфию, ему было бы тяжело все-таки иметь вот такую защитную ленту магнитную, потому что она оригинальная, выпущена для компании Elif 100%, и пока еще черный рынок, так сказать, не заполнен такой защитой. Я думаю, конечно же, конечно же, она появится со временем, но на данный момент эта защита является самой, скажем так, надежной. Поэтому компания Elif защищает свои, значит, устройства на аутентичность, именно оригинальность, так сказать, вкладывая во внутрь вот такую поляризованную магнитную полоску, и при помощи нее вы можете проверить. Вот вам, значит, я и сгенерировал ответ, что это за полосочка, откуда. Потому что многие люди, честно говоря, наверное, процентов 90 покупателей продукции компании Elif, будь то и испарители, или баки, или какие-то моды, они не знают. Открывают коробку, там всегда лежит эта полоска, но они, как всегда, не знают, что это за ерунда, зачем она нужна, просто ее в сторонку кинули, думают, мало ли, раньше ложили пакетики, там, которые влагу собирали, теперь какую-то полосочку, может, она тоже там что-то делает такое. Вот так вот просто ларчик открывался. На самом деле, ну, не так уж и просто интуитивно догадаться, что это такое, но вот я вам этот секрет и открыл. Значит, на этом, я думаю, это видео можно будет уже заканчивать. Что хотелось бы добавить, как обычно, если у вас присутствуют или есть какие-то комментарии, критика в мой адрес, можете, не затрудняясь, написать их в комментариях к этому видео. Также я всегда в свои видео вкладываю группу свою в Вайбере, недавно я создал сообщество, сейчас, конечно, оно еще не густо людьми заполнено, но со временем, я думаю, обрастем, сможем общаться на какие-то интересующие темы. Я с удовольствием отвечаю там на все вопросы у людей, которые возникают, не стесняйтесь, вступайте. Также, если у вас имеются какие-то интересные баки или испарители, которых, по перемотке которых видео у меня до сих пор на канале нету, можете, не стесняясь, связаться со мной, прислать мне их, я займусь тем, что перемотаю, сниму видеообзор по этому интересному материалу. И назад вам это все дело совершенно бесплатно, как говорится, перемотав, отправлю. Никаких за это денег не буду просить. Мне, напротив, интересно иметь новый опыт по перемотке каких-нибудь интересных испарителей, потому что рынок не столь быстро насыщается новыми испарителями, а я все стараюсь как-нибудь подпитывать свой канал новой информацией, снимая все новые и новые видео по перемотке каких-то сложных и еще более и еще более сложных испарителей. Значит, на этом у меня все. С вами, как всегда, был Григорий, Вейпшоп Вегас, Кривой Рог. До скорой встречи. Пока!